Добрый вечер, друзья! Очень рада всех видеть в открытой гостиной библиотеки имени Лермонтова. Сегодня у нас радостный день, потому что мы продолжаем сотрудничество с проектом «Открытый философский факультет», который мы начали в прошлом году. И вот в этом новом году мы начинаем новый курс лекции. Он продлится до апреля. Сегодня первая лекция в понедельник. Все остальные будут по средам. Следите за анонсами и в группе «Открытого философского факультета» и у нас в открытой гостиной. Курс будет посвящен ученикам-последователям Викенштейна. И читает его Алексей Рахманин. И так как мне нечего добавить по существу совсем, я передам славу ректору. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Очень радостно, что вас так много. Я, честно говоря, удивлен. Я думаю, у нас будет меньше. Видимо, имя Викенштейна обладает некоторой притягательностью магической. Хотя в нашем случае разговор пойдет о Викенштейне в последнюю очередь. И поэтому я заранее прошу прощения у тех, кто хотел узнать побольше о Викенштейна. О нем мы будем говорить постольку поскольку. Сосредоточившись на его учениках. Ну, видимо, мне нужно начать с нескольких предупредомлений. Прежде всего, нужно начать с признания печального. Я не историк философии. И, видимо, как-то нужно оправдать, почему не историк философии берет на себя такую ответственность. Говорить о Викенштейне. И даже не столько о Викенштейне, сколько о его учениках. При том, что очевидно, что Викенштейн – это фигура для XX века во многом иконическая. Я из первоначального интереса, не столько, опять-таки, к Викенштейну, сколько к его ученикам, был связан с двумя, как будто бы независимыми друг от друга областями. Это, прежде всего, эпистемология. В какой-то момент, совершенно очевидно, идеи позднего Викенштейна в эпистемологический контекст проникают. В общем-то, даже есть подозрение, что они оттуда никогда не уходили, а просто естественным образом трансформировались. Но очевидно, что с эпохи трактата влияние Викенштейна было постоянным. Но в какой степени трактат повлиял на становление философии и науки, ну, эпистемологии, да, это, в общем, вопрос более или менее понятный. А вот в какой степени философские исследования повлияли на эпистемологию II-20 века, это менее очевидно. С другой стороны, совершенно очевидно, что идеи Викенштейна через его учеников проникают в программы социальных наук, причем иногда это даже очень экзотично, как, например, среди оксфордских антропологов 50-х, 60-х годов имела место идея, согласно которой, собственно, Викенштейн антрополог, такой вот замысловатый. Но все-таки антрополог, потому что он делает примерно то же самое, что они делают. Только они описывают какие-нибудь примитивные народы, а Викенштейн описывает нас самих, что, в общем, вдвойне приятно. Ну вот. При этом в какой-то момент из эпистемологии идеи Викенштейна тоже отчетливым образом как будто бы, как мне кажется, исчезают. То есть его за некоторыми исключениями. Понятно, что есть несколько категорий, которые не исчезнут никогда. Языковые игры, правила, аргументы индивидуального языка, все это как бы будет, было, будет и есть сегодня. Второй ракурс – это философия религии, потому что, странным образом, в какой-то момент, в середине 50-х годов, философия религии, которая связывается с именем Викенштейна, хотя это не вполне философия религии Викенштейна, становится в англо-американской традиции, ну, может быть, за исключением Америки, где был силен прагматизм, становится чрезвычайно влиятельной. Более того, кажется, что, по крайней мере, одно десятилетие, полтора десятилетия философия религии в англоязычном мире была Викенштейнанской. При этом, странным образом, в это же время никакие работы Викенштейна, посвященные религии, известны не были. Все то, что мы знаем о так называемой философии религии Викенштейна, это философия религии Викенштейна, это на самом деле философия религии, которую разработали его ученики. И так же, как с эпистемологией, эта философия религии внезапно исчезает. Где-то к 70-м годам, вплоть до того, что Гаррет Мур, один из ярких исследователей этого сюжета, пишет о том, что нынешние философы, которые проявляют интерес к религии, пишут так, как будто бы Викенштейна никогда не было. То есть это такое яркое событие, вспышка, но продлившееся десятилетие-полтора. При всем том, что в середине XX века идеи, которые связывались с Викенштейном, доминировали, литературы, посвященной этой традиции, на удивление мало. Вообще, я бы позволил себе, может быть, несколько радикальное осуждение и сказал, что витгенштейнианская традиция до сих пор не изучена, и удивительным образом лучшее, что написано из того, что я читал. Это книга Александра Феодоровича Грязнова «Язык и деятельность. Критический анализ витгенштейнианства». Такой книги, в общем, нет даже на английском языке. Да. Ну и поскольку я, в общем, этим сюжетом как-то занимаюсь не очень давно, пару лет, и продолжаю заниматься сейчас, то я полагаю, что материал будет немножко сумбурный. Я уже заранее прошу прощения, он слишком живой. Это все еще у меня находится в состоянии таком обдумывания. Но если бы был не живой, говорить было бы не о чем. Поэтому, да, уж как получится. Я надеюсь, что получится. Ну, в том, что я не историк философии, есть, мне кажется, некоторые преимущества, потому что я схожу из того, что аудитория тоже состоит из, в общем, очень разных людей, представляющих различные сферы гуманитаристики, видимо, преимущественно. Ну и в том числе вы, люди, очевидно, разной подготовки в области истории и философии. Ну и вот тот факт, что я не историк философии, как мне кажется, вполне может быть удачным. Да, из этого следует, что вот курс, который я спланировал на шесть лекций, это не будет курс из в области истории и философии. Опять-таки, потому что я не специалист, потому что я не слишком заинтересован в том, чтобы заниматься специфической герменевтикой, и вот заниматься герменевтикой текстов Витгенштейна тоже не будем, потому что это такая индустрия, в которой очень легко провалиться, откуда практически невозможно выйти. И скорее я постараюсь изложить идеи витгенштейнанцев так, что те из вас, кто заинтересован в Витгенштейне, увидят некоторые проблески. Подчеркиваю, проблески, потому что они не были эпигонами, мыслили вполне себе независимо. И идеи Витгенштейна были скорее своего рода путеводителями, нежели добрыми. Вот. При том, что речь пойдет о традиции. Традиции, которые, будучи традицией, ограничены географически и хронологически, и ограничены вполне определенно. Географически это прежде всего Кембридж, хотя здесь внимательные, наверняка, не обойдется без замечаний, потому что влияние Оксфорда таки имело место, по крайней мере, в конце 40-х годов, очевидно. Но кроме Кембриджа, тут же надо учитывать, что некоторые ученики Витгенштейна остались в Кембридже, а некоторые, их было немало, разъехались. И после того, как традиция где-то в середине 50-х годов, как мне кажется, приостановила развитие, после смерти Витгенштейна, немалая часть его учеников, с одной стороны, перебралась в Суонси, в Уэльс, в частности, это был Рашрис. Часть осталась в Кембридже, типа Уиздома. Часть представляла Америку, и, собственно, они возвратились в Америку. И здесь самыми яркими персонажами, конечно, является Норман Малкольм, который большую часть своей жизни проработал в Корнельском университете. В общем, для корнельских философов это до сих пор некоторый повод для гордости. Там некоторая непрерывная традиция с одним из этих учеников Малкольма, я даже знаком. И вот это, да, это вот такая традиция рукоположения. Она сохраняется до сих пор, дух Витгенштейна передается от одного к другому. Но кроме этого, это Смит колледж, в котором большую часть своей жизни проработали Элис Эмброус и Морис Лазеровец, которые учились у Витгенштейна в Кембридже в конце 30-х, в 40-е годы вернулись на родину. Значит, хронологически. Хронологически это период с середины 30-х годов по середину 60-х годов. Значит, есть несколько оснований останавливать эту традицию в середине 60-х годов. Десять лет после смерти Витгенштейна все более-менее продолжалось вполне себе сносно, но по каким-то до сих пор не очень проговоренным причинам, не слишком здесь много ясности, центр влияния, философского влияния в Англии переместился в Оксфорд в середине 60-х годов. В общем-то, как мы увидим, я надеюсь, это было уже в середине 40-х годов запрограммировано, что так произойдет. Но вот здесь, например, Берлин пишет о том, что в это время сложно было себе представить кого-то не из Оксфорда, кто мог чему-то научить философии. Плюс в середине 60-х годов начинается новая история публикации «Наследие Витгенштейна». И за каждой волной, точнее, каждая новая публикация текстов Витгенштейна до той поры никому неизвестных. В общем, скорее таких апокрифических. О них знали, о них ходили слухи, но, в общем, их никто не видел. Прежде всего потому, что тексты Витгенштейна перед публикацией нужно было, в общем, написать за Витгенштейна, специальным образом подготовить. По этому поводу очень много критики было. Сейчас тоже посмотрим, справедлива эта критика или нет. На мой вкус, сразу карта на стол, нет, некорректна эта критика учеников Витгенштейна за то, что они якобы переписали Витгенштейна. Потому что если бы они не переписали, его бы невозможно было читать. Тут тоже нужно отдать должное. Каждая последующая публикация вызывала целую волну интерпретаций и реинтерпретаций. И вот это очень хорошо видно, как с 60-х годов каждый текст, вновь открытый, Витгенштейна рождает переосмысление всего его наследия. Ну, пожалуй, что наиболее сильное впечатление произвела на мой вкус, хотя тут это так, немножко экспрессионистски, на мой вкус, публикация заметок о золотой ветви Фрейзера, которая заставила, по крайней мере, первые фигуры в исследовании Витгенштейна перечитать его философские исследования заново. Вот. Соответственно, вот была традиция, и если это традиция, она характеризуется специфическими особенностями. Во-первых, у этой традиции были носители. Их можно перечислить. Я решил, что подробно мы об этом поговорим в следующий раз, потому что каждая из этих фигур заслуживает, конечно, хотя бы такого пространного упоминания. Но, чтобы более-менее было понятно, Витгенштейнанцев, строго говоря, можно разделить на две группы, более или менее равные по влиятельности. Это, условно, витгенштейнанцы первого поколения. Собственно, это философы, которые учились непосредственно у самого Витгенштейна. К ним относятся в порядке их, наверное, возраста, Раш, извините, Джон Уиздом, Раш Рис, это тот, который у Уэльс уехал. И он был валиец, сколько я помню. Норман Малкольм. Три выдающихся. Да, Элис Эмброуз, Моррис Лазеровец, уже называвшиеся. О них я всех подробно в следующий раз поговорю. И в Витгенштейнанце второго поколения. Почему второго? Потому что они учились у учеников. И об этом, этот факт довольно часто игнорируется в исследованиях их работ, хотя он принципиально важен. К ним относятся, например, Дэви Зафари Филлипс. Или проще Ди Зи Филлипс. И он сам себя так называл. И его так называли, потому что Дэви Зафари, это, в общем, что-то такое экзотическое. Несмотря на имя, он валиец. Где-то там на просторах интернета попадалось что-то, что связывало его с Индией. Имя Дэви нисколько не индийское, а вполне себе нормальное валийское. Далее. Да, но Филлипс из второго поколения, наверное, фигура архетипическая. В общем, это до сих пор, когда говорят о вегнишинянской философии, прежде всего всем в голову приходит Филлипс. Который преимущественно прославился в поле философии и религии, но, в общем, преимущественно. У него были работы, посвященные, например, философии и литературы. Далее из второго поколения нужно упомянуть, конечно, Рэнфорда Бамброу. Личность совершенно легендарная, который учился у Виздома. Легендарен он, потому что в Кембридже в течение почти 20 лет вел, судя по воспоминаниям участников, восхитительнейший семинар, который назывался «Философия и литература». И был он посвящен философским аспектам литературной критики. Что, в общем, тоже довольно нетривиально, потому что, собственно, в корпусе таком вот, если его понимать канонически, в каноническом корпусе идеи Викенштейна, литература, в общем, не заявлена. Вы можете возразить, как же так, из бесед с его друзьями, коллегами и студентами мы знаем, что Викенштейн, в общем, читал и ценил литературу. В беседах-то да, из бесед мы это знаем. А вот из философских его текстов это ни с чего не следует. Из тех текстов, которые он или подготовил, или более или менее подготовил. Потому что у него там разные степени готовности, они были. Например, философская грамматика, она была подготовлена, но он так и не решился ее издавать, был недоволен. Вот. В корпусе философии и литературы нет. Точно так же, как нет, собственно, у Викенштейна философии религии, заявленной. В многочисленных беседах, да, эта тема звучит, звучит постоянно, особенно там в беседах с Рисом и с Малкольмом. Но, в общем, Викенштейн об этом, строго говоря, не писал. Это всегда было на периферии. При том, что для самого Викенштейна и вопросы литературы, и вопросы религии были глубоко и госсинциально значимыми. Мы это знаем по беседам. Очевидно, Викенштейн писал не обо всем том, что его искренне заботило. И по каким-то причинам вот в его корпусе философии религии, моральная философия, ну, моральная философия, Викенштейна есть, но не так, это нельзя сопоставить с тем, что было у его учеников. Илман Дилман, замечательный философ, который тоже учился у Уиздома, а кроме этого учился у Риса. Сирил Барретт. Это тот Барретт, который издал лекции религиозной веры. Тоже личность во многом таинственная, потому что как-то так вот Викенштейнен со второго поколения крайне-крайне не везло на публикации. Они очень мало публиковали. Это так вот, чтобы только набросать, в следующий раз мы поговорим об этом подробно. Но я в рамках... Да, Питер Уинч, конечно, я почему-то про него все забываю, хотя, ну, не случайно, по Фрейду забываю. Потому что Уинч, он чрезвычайно сложен, если пытаться какую-то типологию внятную разработать. Всю свою философскую карьеру Уинч считал себя видненштейнянцем. Причем таким вот true видненштейнянцем, ортодоксальным, консервативным, можно сказать. При этом он с Викенштейном знаком не был, у него не учился, он учился у Риса. Но довольно из всех второго поколения, наверное, он был наиболее таким последовательным. Поэтому он и не там, и не там, между первым и вторым поколениями связующее звено. Так что были носители традиции. Была идентификация, потому что все эти философы прекрасно осознавали свою зависимость от Викенштейна, прямо называя себя его учениками, или прямо указывая на то, что Викенштейн всегда служил источником их вдохновения. Довольно часто и в историографии эта точка зрения тоже наличствует, она в частности у Альфреда Айера прекрасно заявлена. Довольно часто это Викенштейн оставалось декларацией. То есть, тот же самый Уиздом в работах конца 30-х, середина 40-х годов, он, по-моему, ни одной работы не написал, в которой бы не отметил. Да, я в глубоком долгу Викенштейна за его идеи. Но вот читаешь его текст и, в общем, не шибко ты замечаешь, а где эти идеи-то? Есть, конечно, идеи, но эти идеи обсуждались, видимо, в Кембридже в 30-е годы, в общем, везде они обсуждались как Викенштейном, так и Муром, например. Но при этом это важно, что сформировалось некоторое представление о том, что имеет место традиция, и мы часть этой традиции. Ну, мы, в смысле, они. Третье. Практики. Да, имели место практики, причем довольно часто это приводило в следующий раз, я потом подробнее скажу, к курьезным, наверное, эпизодам. Ну, вот, в частности, очень характерный пример. Элизабет Энскамп однажды обнаружила, что она говорит с австрийским акцентом. Ну, то есть, она училась в Австрии, но она говорила с австрийским акцентом философствуя. То есть, вот, в этом смысле речь, наверное, должна идти не о том, что философы витгенштейнцы подражали Витгенштейну, потому что понятно, что Витгенштейн говорил с австрийским акцентом. И отсюда родилась вот эта вот концепция «Английская философия с австрийским акцентом». Вот. Не столько подражали, сколько проживали вот некоторую процедуру, которая, с точки зрения последователей Витгенштейна, кристально, чисто, ярко, ясно выражена была в самом Витгенштейне. И в этом здесь можно говорить о таком пиетете, который иначе, как религиозными терминами, довольно сложно писать. Коммуникация. Да, вот это традиция, поскольку традиция, опять-таки, характеризуется довольно специфическим способом передачи идей. Здесь может быть это излишне, радикально, но нельзя не заметить некоторую сократичность всей этой традиции. Потому что текст, конечно, публиковались, но, судя по всему, значительная часть того, что философов этого движения занимало, не было предназначено для публикации. Лучшим, наверное, здесь примером того, какими идеями дышали философы в Кембридже второй план 30-х годов являются работы Джона Уиздома. Ну и первой половины с 40-х годов. Причем это очень важно, потому что ни у кого, кроме Уиздома, таким образом эти идеи не высказываются. Вот он такой один был. Почему-то, по каким-то причинам, тоже имеет смысл подумать, почему, у меня есть концепция, на этот счет. Уиздом оказался значительно более смелым, что позволило ему публиковаться. что Виттенштейн, вообще-то говоря, нередко запрещал ученикам публиковать, если ему казалось, что идеи слишком близки его идее. Это тоже довольно характерно. Да, ну и имел место взаимодействие с другими сообществами. Ну, здесь, наверное, прежде всего нужно иметь в виду лондонских философов типа Стеббинг или Оксфордских. Вот. При всем этом было бы ошибкой считать эту традицию замкнутой, а сообщество герметичным. Это, в общем и целом, не так. Люди реагировали на изменения интеллектуальной сцены, очень часто они ее и формировали. Ну, и также, понятно, они влияли друг на друга, и грани этого влияния особенно интересно обнаруживать. Ну, и последнее, о чем здесь нужно сказать, в связи с разговором о традиции, это то, что действительно у вигенштейнанцев появляются некоторые новые области философии. То, чего не было у Вигенштейна, и после публикации его работ не появилось. Это философия, я называю в порядке важности, это философия религии, моральная философия, в том виде, в каком она, все-таки не философия Вигенштейна, моральная, и философия литературы. Второй момент, как эту традицию описывать, традицию под названием философия вигенштейнанцев. Ну, прежде всего, здесь, как мне кажется, нужно отказаться от такого неприятного понятия, как влияние, потому что это само это слово, влияние, побуждает видеть в вигенштейнанцах философов лишь настолько, насколько они воспроизводили Вигенштейна. Это во многих отношениях неверно, потому что мы выясняем, что они, конечно, воспроизводили Вигенштейна, но как они смогли его понять? Понять Вигенштейна, в общем, тогда было не легче, чем сегодня. Может быть, сложнее. Сегодня-то тексты есть, и можно себя успокоить тем, что мы некоторое свое понимание засвидетельствовали в тексте, подготовленном несколькими учениками. У учеников будьте здоровы, значит, правда. У учеников такой возможности не было. Мысль была живой, мысль была подвижной, но совершенно очевидно, что мысль, такая провокационная мысль Вигенштейна, она побуждала к самостоятельности. Поэтому лучше говорить не о том, что имели место влияние, потому что как эти влияния отследить, ну, сложно. Так вот, по-хорошему, если иметь в виду вигенштейнанцев, то, по крайней мере, там, второй план 30-х годов и первый план 40-х, то тут еще, как бы, кто, чье влияние было более фундаментально, Вигенштейна или Мура. Потому что для некоторых все-таки, это важный момент, для некоторых ученики Вигенштейна были в то же самое время учениками Мура. И вот об этом прямо вот всегда забывают. Тот же Малтель, например, или тот же Уиздом, или Эмброуз. Поэтому имели место не влияние, а корпус идей. Эти идеи, понятно, что связывались и связываются сегодня с Вигенштейном. Но в этот корпус, который беспокоил вигенштейнанцев, входили не только идеи Вигенштейна. Вот такая важная. то, что их заботило, было несколько более замысловато было устроено. Ну, я вот уже говорил, что да, это прежде всего Мур, но не только он. Некоторых других философов важных в этом контексте тоже назову. Но да, идеи Вигенштейна, наверное, были ядром. Все-таки, если мы же говорим о философии вигенштейнанцев, то надо здесь быть справедливыми. Эти идеи были центральными. Да, это важно. Они задавали стиль, эти идеи трансформировали сцену. Более того, само представление о специфике философии серьезным образом трансформируется под влиянием Вигенштейна. В общем, в какой-то момент оказывается, что если ты хочешь делать философию, то ты будешь делать ее так, как это делает Вигенштейн, потому что, а как иначе? Во-первых, эти идеи находились в развитии и, по крайней мере, с 1932-1933 годов и до конца мы имеем дело с более или менее постоянным развитием. Даже в те моменты, в те периоды, когда сам Вигенштейн отходил от занятий философии, ученики никуда не девались и они продолжали эти занятия. Во-вторых, помимо того, что идеи развивались, они были чрезвычайно специфичны. И вот эта специфичность проявлялась в том, чтобы понимать, опять-таки, Вигенштейна мы должны было очень по-разному и вот весь, вся палитра вигенштейненской философии это на самом деле открытая философия, которая была возможностью у Вигенштейна. То есть фактически это движение можно рассматривать как развитие того, что у самого Вигенштейна осталось вне развития. И в 50-е годы, скажем, люди внешние по отношению к вигенштейненской традиции именно на это указывали. Указывали на то, что последователи Вигенштейна пошли значительно дальше самого Вигенштейна. И иногда пошли настолько далеко, что не стоило бы, но иногда это было продуктивно. Вот. Соответственно, и эти очень разные идеи последователи Вигенштейна очень по-разному понимали и по-разному воспроизводили. Соответственно, вся эта вигенштейненская философия неоднородна, она чрезвычайно разнообразна. И, может быть, самый сильный тезис, вот в перспективе которого я предложил бы смотреть на проблематику этого курса, можно сформулировать так. Вигенштейн это один из представителей вигенштейненской философии. Что-то меня останавливало, когда я это говорил. Один из представителей вигенштейненской философии и может быть иногда не самый представительный. В частности, в области философии религии то, очевидно, не самый представительный. Ну, тут можно же использовать аппарат самого Вигенштейна говорить о том, что есть некоторое семейное сходство философий, есть некий класс философий, и у этого класса есть наиболее прототипические представители, ну я не скомодернизирую, но наиболее яркие представители класса, а есть несколько более периферийные, но все они представители одного класса. Также все виденштейнцы были виденштейнцами, и если с некоторых ракурсов смотреть на этот класс, то выяснится, что Винденштейн, в общем, не самый представительный. Но, в общем и целом, да, понятно, что это круги на воде, расходящиеся или сад тропок. Здесь можно упражняться в метафорах. Главное, вот этот вот тезис, да, Винденштейн один из представителей витненштейнской традиции. Вот. Значит, как я уже говорил, традиция изучена или плохо, или вовсе не изучена. Ну, вовсе не изучена, тут и говорить ни о чем. А почему плохо? Ну, потому что всегда витненштейнцы упоминаются в контексте философии Винденштейна. Да, это в основном работа, посвященная экзегетике текстов самого Витненштейна. Вот эта вот идея философии в тени, да, она, в общем-то, до сих пор продолжает, наверное, доминировать. Ну, тут просто публикаций за последние лет 20 вышедших, это вообще не так, чтобы много. Вот, хотя то, что выходит, очень интересно, потому что показывает, насколько было сотрудничество между Витненштейном и, например, Малкольмом, ну, из того, что прям в последние годы публикуют архивы, потому что там есть основания видеть в философии Малкольма некоторый источник для работ Витненштейна, прежде всего, для последней работе о достоверности. Потому что достоверность – это последний текст, прям совсем последний. И есть авторы, Малкольм, в частности, которые показывают, что... Ну, понятно, что Малкольм и Витненштейн постоянно обсуждали философию Мура и текст о достоверности, он посвящен анализу философии Мура, так или иначе. Вокруг этих сюжетов вращается. Но как-то мы когда говорим о витненштейнецах, мы предполагаем одностороннее влияние. Вот Витненштейн повлиял на того, кто в его тени там у ног учителя сидел. А, в общем, выясняется, что нет, не вполне. Потому что Малкольм, видимо, тоже оказал какое-то серьезное влияние, которое мы видим в тексте. И вот интересно. Там можно спорить с аргументацией, но, по крайней мере, посыл заслуживает внимания. Ну и теперь, собственно, поздний Витненштейн и ранний Витненштейненцы. На три сюжета хотелось бы здесь обсудить. Во-первых, зачем это изучать? Во-вторых, я бы хотел, по крайней мере, охарактеризовать историю публикации работ и последовавшие волны интерпретаций, появления новых Витненштейнов. И третий момент – это обсуждение некоторых ярлыков, которые неизбежно приходят на ум, когда речь заходит о философии витненштейненцев, особенно ранних. Зачем? Сокрементальный вопрос. То есть, если не изучена традиция, так, может, и не надо. Может, оно того и не стоит. Но тут соображение прежде всего срабатывает следующего порядка. Что если уйти от представления, согласно которому витненштейненцы находились в тени учителя, то изучение их философий помогает понять становление философии самого Витненштейна. И, возможно, хотя это некоторая сверхзадача, но, вообще-то, может быть, изучение их наследия поможет понять, почему эта философия уходит со сцены в какой-то момент. Потому что, ну, вот сегодня нет философов, которые делают философию в духе Витненштейна. То есть, есть Джеймс Конунд, прекрасный, великий философ ныне живущий, есть Кора Даймонд, не менее великолепная, есть Стивен Малхолл, но это не вполне философия Витненштейна. Это такая намеренная ее радикальная интерпретация. Мне кажется, ни один из этих философов не согласится с тем, что они делают философию в ныне в чистом виде. Ну, они бы сказали, что это бессмысленно, потому что 50 лет-то прошло, чего, да, что уж заниматься тем же самым. Но, по глубокому убеждению, это, в общем, и непродуктивно. Вот в чистом виде философии, наверное, непродуктивно. Ну, а для того, чтобы вот таким образом попробовать проблему представить, конечно, нужно изменить перспективу. Значит, что здесь важно? Важно, что корпус идей, о которых этот корпус уже упоминался, да, Витненштейнов, он в историческом смысле складывался из нескольких элементов. То есть, когда речь заходит о корпусе идей Витненштейна, нужно понимать, что это, да, тексты, но тексты публиковались очень и очень постепенно. Более того, они публиковались посмертно, более того, они публиковались медленно, и, в-третьих, их издают ученики. В этом отношении философия Витненштейна, известная по текстам Витненштейна, это один из возможных эрзацев философии Витненштейна. Может быть, какая-то и другая была. Ну, ясно, что здесь, наверное, не нужно все-таки перебарщивать, потому что текст Витненштейн, текст Витненштейн, за который он нес ответственность, но все-таки тоже примечательно, что он не решался их публиковать. Да, вот та самая мера ответственности, пресловутая невероятная частность, интеллектуальная частность Витненштейна, не позволяла ему это делать, и это показательно. Вот. Соответственно, по крайней мере, 10 лет после смерти Витненштейна, ну, после публикации, понятно, философских исследований, в 1953 году, вот 10 лет условно имела место философия, которая характеризуется вот этой вот сократичностью. Более того, в 30-е годы, это тоже так было. То есть где-то там с 32-го года, когда Витненштейн вновь решает, что философия – это неплохо, и там до смерти, в общем, идеи бродили не в виде текстов. Да, тексты, конечно, имели хождение до 1953 года, здесь нужно это уточнить, но в том, что можно, в общем, назвать самоздатом. Это лекции, диктовки. Они, конечно, оказывали влияние, в том числе, кстати, на Оксфордскую традицию. Есть, ну, некоторые указания на то, что, скажем, Гилберт Райл читал в 30-е, знал голубую и коричневую книги. И, в общем, это тоже некоторая специальная дисциплина в исследовании Гилбертенштейна, в какой степени эти книги оказали ли они на ему понятие сознания. Да, опять же, Вайсман, который с 1939 года в Оксфорде, до этого он пару лет проработал в Кембридже, и ведь Вайсман не смог закрепиться в Кембридже, в общем, или благодаря, или по вине Гилбертенштейна. Тут кому как нравится, да, но, в общем, так или иначе, Винштейн несет за это ответственность. Но с 1939 года Вайсман работает в Оксфорде, и идеи, которые имели совершенно отчетливое звучание, вигнштейнанское, они там также распространяются. Но вот об этой традиции говорить не будем, потому что это уж совсем тяжело. Да, второй элемент, вот наряду с текстами, которые поздно и посмертно публиковались постепенно, это самоздат. Вот эти вот машинописные, переплетенные книжечки. Ну, их было несколько, и, в общем, ближайшие ученики-то их знали, содержали. Но также в корпус идеи Винштейна входит то, что нам известно благодаря беседам. Тут ведь интересно, что когда беседы с Винштейном были изданы, вот там, в частности, есть вот этой голубой книжки, Винштейн как лично, что-то, Герман, как она там называется? Критические биографии? Нет, 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 вот под ней лежит вот эта. Человек-мыслитель? Да, Человек-мыслитель, совершенно верно. Вот, в частности, там диалоги с Моргиннесом, да, были опубликованы. Стал известен, ну, так называемый, другой Винштейн. Потому что, тоже ведь важный момент, да, личность Винштейна является значительно, в некотором отношении, значительно более философски значима, чем его труды. Это икона философии. И можно сказать, что этот другой Винштейн, известный по беседам, едва ли не более влиятельен, чем известный нам философ, ну, известный в то время философ. Вот, кроме этого, лекции, конечно, известны их писания, дважды в неделю Винштейн проводил лекции, можно ли их так назвать, занятия, да, занятия философией. Забавно, что, в следующий раз уже об этом поговорим, его ученики практиковали ровно тот же самый стиль. Они старались вести себя в аудитории, так же, как это делал Винштейн, что, в общем, довольно странно. Вот, например, занятия философии Уиздома у кембриджских студентов назывались стенаниями. Вот, сеанс стенаний Уиздома. Потому что он примерно так же, как и Винштейн. Вот, очень, как бы, его занятия были очень нерегулярными в смысле производства текста, да, устного. Вот, он замолкал надолго, предавался размышлениям, восклицал, побуждал аудиторию как-то реагировать на это. Нет, тогда, хотя в тогдашнем Кембридже были и еще более экзотические лекторы. Да, но, вот как пишет Айр, нет, бог с ним, с Айром, здесь характерна история Ренфорда Памбру, который, вот я уже упоминал, он с второго поколения. В общем, с Винштейном он лично знаком не был, он у него не учился. Почему он у него не учился? Потому что он его боялся. Это замечательная история, потому что он боялся ходить на его лекции. Он испытывал к нему, видимо, глубокий интерес, но понимал, что если он чуть-чуть скрипнет стулом, то это может обернуться как-то не к добру. Вот, поэтому он ходил на заседание Клуба моральных наук. И, кстати, Памбру был одним из тех, кто наблюдал инцидент с Кочервой. В знаменитый спор с Поппером. Вот, может быть, поэтому Памбру, это тоже характерно для учеников Винштейна, они испытывали некоторый скепсис по отношению к философии. В ряде случаев наверняка этот скепсис был литературным приемом. Это, в общем, пессимистическое представление о философии. Согласно этому представлению, заниматься философией нужно до определенного предела, а когда мы этот предел, позанимаясь в философии, достигли, то философии уже нет необходимости. Она становится бессмысленной. И замечательно, что Памбру у своих учеников, по крайней мере, одного, он умудрился отговорить. Он, значит, преподавал на философском факультете, он профессор, но говорит студенту, ты не занимайся философией, лучше читай русских романистов, будет больше пользы. И действительно один из его студентов отказался от занятия философией, пошел читать русских романистов. Я его судьбу дальше не смог послезить, но, наверное, у него все получилось. Айр, кстати говоря, имея в виду вот эту вот манеру проведения занятий, у него это видно, что он с этим связывает тот факт, что, строго говоря, учеников у Виттенштейна не осталось. Вот он буквально пишет в своем замечательном тексте, ну, у Айра есть несколько великих биографий, это Мура, Виттенштейна и Рассела. Вот. Ну, понятно, Рассела он искренне почитал, Мура, ну, когда как, Виттенштейна он, в общем-то, определенного момента почитал, а потом перестал почитать. В общем, так же примерно, как и Рассел. Вот. И Айр пишет, что, собственно, виттенштейненской философии не существует, потому что Виттенштейн своим вот этим вот странным поведением распугал всех вокруг себя, и идеи его вместе с его смертью как-то не грустно рассосались. Да, имел место некоторый диктат. Да, в этом смысле лекции, это так себе было мероприятие. Ну, вот публичные дискуссии были. Это еще один элемент, из которого корпус идеи складывается. Потому что, ну, понятно, что, видимо, содержательные дискуссии в клубе моральных наук и в аудитории университетской, они более-менее продолжали друг друга, но они стилистически различались. Особенно это замечательно, ну, то есть, особенно это интересно, когда так или иначе обсуждались вопросы, связанные с философией Мура. Потому что отношение позднего виттенштейна виттенштейна, ну, как позднего, да, 40-х годов, вторых, половина 30-х годов, 40-х годов, а с Муром это странные отношения. Значит, иногда кажется, что они, вот, ближайшие его ученики, и сам Виттенштейн, только и занимались тем, что обсуждали Мура. Иногда такое. Может быть, у меня уже просто деформация такая профессиональная, но вот кажется, что так. Вот. И, как я уже говорил, да, вот, в том числе, по результатам этих публичных дискуссий, в результате этих дискуссий задаются идеи, которые впоследствии очень приватно обсуждаются, например, между Малкольмом и Виттенштейном, и в итоге появляется трактат. Более того, у Малкольма есть текст, который, в общем, можно называть прото-текстом о достоверности. Вот. И последнее, к чему я так долго вел, это публикация учеников. Собственно, публикация учеников Виттенштейна, это один из источников, но не просто источник по философии позднего Виттенштейна, это один из элементов. Потому что кому-то Виттенштейн разрешал публиковаться, а вот кому-то нет. Например, принято считать, что работа в Виздом у второй половины 30-х годов, ну, с 37-го и там до 45-го были единственной публичной версией философии Виттенштейна. То, о чем мы говорили выше, ну, вот эти вот машинописные тетради, понятны дискуссии, понятны личные беседы, чрезвычайно приватные. Это все стало известно потом. Вот. О чем думает Виттенштейн за пределами Кембриджа, как принято считать, это такая, в некотором смысле, даже хрестоматийное очко зрение, было известно по публикациям Джона Уиздома, который иногда позволял себе очень странный, на взгляд, сегодняшний, потому что сегодня так не делают, он очень часто, приводя какой-нибудь аргумент, просто в скобках указывал большое W, и вот, типа, это Виттенштейн. Иногда он делал сноску, да, я признателен Виттенштейну за этот аргумент, но, скорее всего, он не одобрит то, что я здесь пишу, поэтому вы так всерьез не воспринимаете. Вот. А кому-то не разрешалось. Например, известно, что Элис Эмброуз, Виттенштейн очень разочаровался в ней, хотя поначалу был чрезвычайно доволен тем, как она, доволен ее представлениями философии, занятиями ее философии, она опубликовала работу об основаниях математики и попала в пожизненный бан, практически, да, после этого, потому что после этого как-то не задалось у них общение. Но, кроме Уиздома, это тоже интересно, никто такого себе не позволял. Чтобы просто сослаться, так сказал Виттенштейн. И до сих пор не очень известно, как к этому сам Виттенштейн относился. Известно только, например, то, что однажды он страшно разругался с Альфредом Айером. Айер в некоторых публикациях, а главное, по радио, вот, в счастливые времена были, когда Айер выступал по радио, говорил о том, что философия Уиздома, вы хотите знать, что такое философия Виттенштейна сегодня? Ну, читайте Джона Уиздома. Это вот оно и есть. А Уиздома в это время увлекался связью философии и психоанализа, стараясь показать, что, в общем, философская практика, она устроена, вот так. Здесь наперед нужно сделать оговорку. Скорее всего, Джон Уиздом, в общем, ничего толком о психоанализе не знал, за исключением вот некоторых таких расхожих идей. Но они его серьезно вдохновляли. Вот. Да, и когда его Виттенштейн увидел, он там устроил уже аэрор. Увидел, он устроил ему уже скандал, что как ты смеешь считать, что вот философия и психоанализ это моя идея. Ничего подобного. Он, как пишет Рис, никогда не испытывал интерес к, как он называет, психическим исследованиям, к психическим занятиям. Но, кстати, в связи с Уиздомом там Рис делает оговорку, что если Виттенштейн узнавал, что эти занятия психоанализом или психические занятия как-то биографически обоснованы, скажем, Уиздом этим стал заниматься после смерти матери, которая как-то сильно на него повлияла, то он никогда не высмеивал таких вот философов, которые тяготеют к психоанализу. Если ему такие биографические факты серьезные, эксенциально значимые не были известны, то он, в общем, скорее к этому относился иронически или даже просто по-ернически, да, очень желчно высказывался об этом. Поэтому публикации учеников. Здесь естественным образом переходим ко второй части публикации наследия и связанные с этим постоянные реинтерпретации. Ну, я несколько дат и несколько текстов назову так, просто чтобы какую-то размерность этому процессу задать. Ну, в 1953 году, как известно, публикуются философские исследования под редакцией Энском по Ирисам. В общем, было много с самого начала претензий к качеству перевода. На этот счет, ну, понятно, что писал в отношении по-немецки. Вот. И его философский стиль, он, в общем, хорошо известен, и хорошо известно, что он чрезвычайно трудно поддается переводу. Потому что, с одной стороны, это очень такой повседневный язык, а с другой стороны, он невероятно точный. И Эйнштейн в этом смысле постоянно, постоянно переписывал одни и те же абзацы, и какие-то версии он сохранял, на потом. А его литературным душеприказчикам приходилось со всем этим иметь дело. пробует и сделает из огромного количества вот этих четвертушек, страничек, что-то последовательное. Ну, в общем, 50, да, этот перевод издания считается каноническим. Да, 56-й год. Заметка к основанию математики. И там фон Врикт, Рис и Энском редактировали. Да, фон Врикт, собственно, здесь мы видим троих душеприказчиков, всех, всех, всех трех. Фон Врикт финский великий философ, который наследовал профессорство за Винштейном в Кембридже. И вот тут я что-то в 48-м, наверное, году но он быстро уехал обратно в Финляндию, потому что не понравилось Кембридже. И после фон Врикта эту кафедру возглавил Джон Уиздом. В общем, тоже довольно характерно, потому что в 38-м году, если я не путаю, в 38-м, Уиздом и Эвитнштейн претендовали на место профессорства. Может быть, поэтому Эвитнштейн относился к Уиздому не так, как к другим. Потому что он был, в общем, взрослый, состоявшийся человек уже с репутацией. Вот. И с ним, наверное, нельзя было позорить себе. Хотя он же совсем смуром себе позволял такое, что сегодня странно. Вот. Здесь мы видим результаты работы этих трех авторов. И, в общем, видимо, к этой публикации, к заметкам по основанию математики, нет серьезных каких-то претензий, по крайней мере, очень редко можно встретить указания на то, что что-то там не так. Вот. Голубая и коричневая книги, 58-й год. Здесь РИС поработал. Вот. Голубая и коричневая книги важны тем, что это, ну, РИС не случайно их, да, так-то обозвал, это предварительные материалы к философским исследованиям. И, скажем, для некоторых современных интерпретаторов, ну, для тех же, там, Коннат, например, это текст существенно важный. 65-й год лекции об этике. 67-й лекции и беседы об эстетике, психологии, религиозной вере, РИС и там другие, но вот по этому поводу более всего имела место дискуссия, потому что как-то многие сходятся на том, что Витнинштейн бы никогда не позволил это опубликовать. Была бы его воля, вот, потому что слишком эти беседы были, как считается, далеки от тех идеалов, которые к философии Витнинштейна предъявлял. Ну, тем не менее, вообще РИС сдал, может быть, лучше всех Витнинштейна, я вот в следующий раз в этом тоже поговорим, и как-то стоит доверять тому, как он выбирал тексты для публикации, что он, в общем, наблюдал на протяжении десятилетий, сколько, с 32-го года, да, то есть, почти 20 лет, да, причем в разных обстоятельствах, его аудитории, не в аудитории, и его мнению следует доверять. Да, 67-й год заметки о золотой ветве. И, может быть, во всей этой серии это текст, оказавший наибольшее влияние на интенсивность реинтерпретации. Вот. О достоверности. 68-й год, и тут Энскомп и в Ригт сделали. В общем-то, есть мнение сегодня, по крайней мере, вот, как бы лет 10 уже оно высказывается все громче и громче, что о достоверности это текст, который представляет собой недооцененный шедевр Уильгенштейна. Это вообще действительно странно, потому что, ну, вот такие ортодоксальные интерпретации философии позднего Уильгенштейна, они крутятся вокруг исследований. Ну, понятно. О достоверности может быть в силу его жанра, такого вот афористичного. Это не нарратив все-таки. Ну, как бы исследование это вопрос, да, это нарратив. Но достоверность все-таки как-то со всем особняком стоит, и удивительным образом исследований о достоверности как-то на порядок меньше, чем, например, исследование заметок о золотой ветвь. Странно. Да, культура и ценности 77-й год, фон Врикт. И вот этот, наверное, открывает, текст, наверное, открывает совсем другого Вигенштейна. Ну, и, наконец, заметки о философии и психологии Энском Врикта. Значит, каждая новая публикация, так или иначе, влекла за собой новую интерпретацию всего корпуса и Вигенштейна. Это удивительный тоже феномен, потому что, ну, не знаю, было ли такое в 20 веке, потому что историк-философия, но, но, такое часто бывает в истории литературы, да, когда вот публикуется роман, возникает классическая интерпретация автора, да, литературного творчества автора. Публикуется второй роман, неизвестный, там, десятки лет, вот, все творчество автора пересматривается. Вот с Вигенштейном происходило ровно то же самое. Ведь важно, что не только там его поздние идеи подвергались интерпретации, да, эта реинтерпретация захватывала в том числе и трактат. Почему я об этом так долго говорю? Потому что период, о котором у нас пойдет речь, это период предшествовавшего всем этим публикациям. Вот, были в 1953 году исследования основания математики, но они для виднештинянцев были важны, для некоторых в общем нет. И все. И больше никакого другого виднештинянца. Кроме этого, до 1953 года, тоже нужно иметь в виду, никаких текстов не было. В том смысле, философия виднештинянцев до 1953 года, это единственная философия публичной виднештиня, как уже говорил. Ну, есть, понятно, ортодоксальные интерпретации, виднештинянцы, это, наверное, какая-то совершенно особая область, куда совсем страшно вступать. Например, хакеры или стениуса. Вот, есть радикальные. И среди, вот, за последние 20 лет, наверное, это самое интересное, что произошло в области виднештинянской философии в 2000-м году выходит сборник под редакцией Элис Крейли, который так называется, Новый Витгенштейн. И публикация этого текста, в общем, спровоцировала серьезные дискуссии, причем иногда кажется, ну, на взгляд, со стороны эти дискуссии представляются какими-то уж совсем искусственными, но, в общем, это не так. Для авторов, которых условно принято объединять в понятии Новый Витгенштейн, таких как Коннанд, Даймонд, Малхол, наверное, в меньшей степени, Крейли, для них характерная идея, она не только для них характерна, для них она является, может быть, самой важной. Единство раннего и позднего Витгенштейна, идея, согласно которой никакого позднего Витгенштейна не было. Вот. И увидим, что в дальнейшем, да, что эта идея важна не только вот для Нового Витгенштейна, но и для ранних витгенштейненцев, потому что и Винч, и Рис подчеркивали, что нет никакого разрыва между Витгенштейном трактатой и Витгенштейном исследованием. И Малкольм более или менее об этом же. Виздом, по-разному у него, но Виздом точно придерживался этой точки зрения. Но даже и внутри вот этой интерпретации, которую принято называть Новым Витгенштейном, анализа наследия витгенштейнцев в общем нет. А вот в 50-е годы, о которых у нас идет речь, все было совсем не так. Я здесь приведу три примера. Первый пример из работы Поула, которая вышла в 58-м году и которая называется характерно «Поздняя философия Витгенштейна». Может быть вот так публично это первая публикация такого рода, где возникает словосочетание «Философия позднего Витгенштейна» или «Поздняя философия Витгенштейна». Может быть. Оно встречается там у самих учеников Витгенштейна, но в совершенно описательных контекстах они не как категоризация. Работа в общем в 58-м году вышедшая Поула плохая работа по общему мнению. Ее критиковали уже и тогда за какую-то странную очень тональность выбранную. Но замечательно, что книга содержит пять глав и четыре посвящены собственному Витгенштейну, а пятая посвящена философии Джона Уиздома, который был тогда еще жив и можно сказать так мы на самом деле приходится на это время. И вот что пишет Поул в связи с философией Уиздома. Я прошу прощения немножко медленно, потому что я поленился перевозить. Мы видим в философии Уиздома нечто наподобие нового приложения идеи Витгенштейна. Мы распознаем те же самые формы, но они как будто бы вброшены в новое мире, в новую среду. И их сравнение, сравнение Уиздома и Витгенштейна может пролить свет на работы обоих. Изменения, которые мы обнаружим, если обратимся от работ Витгенштейна к работам Витгенштейна, трудно охарактеризовать одним словом. И Витгенштейн остается очевидно слишком немецким в своем мышлении. Что-то в его мышлении напоминает Гегеля. Это тоже так прикольно. Есть ощущение мощи и порыва разума работающего, искусно работающего с грубым материалом, которые исчезают в англоязычной версии. В переводе на английский язык. Витгенштейн беспокоит нас. Его мысль неспокойна. Но с виздомом мы находим себя дома опять. Мы англичане. По крайней мере, англичане находят себя дома. Это такая странная, что с англоязычными последователями Витгенштейна философия вернулась наконец домой. Потому что в 50-е годы и в конце 40-х годов были такие недоброжелатели, которые говорили, что а чего это? У нас своя философия не хуже, есть чем заняться. дали дали он так же говорит о виздоме. Работа профессора виздома подлинная веншинянская работа. И в то же самое время она оригинальна и независима. В этом двойственном характере именно этот двойственный характер подтверждает интерпретацию, которую мы предлагаем в этой книге. я настаиваю на том, что в некоторых отношениях виздом виздом делает работу Витгенштейна, доводит работу Витгенштейна значительно дальше, чем делал сам Витгенштейн. И встречает последствия этой работы гораздо более явно. Вот. Две такие характеристики. Значит, ну, как я уже говорил, работа пола критиковалась всеми, и в том числе она критиковалась Стэнли Кавеллом. Стэнли Кавелл фигура иконическая для американской философии 50-60-х годов, да, в общем, наверное, и до сих пор, потому что как-то... Да. Кавелл примечателен прежде всего тем, что он попытался произвести синтез, который, наверное, в конце 50-х годов напрашивался сам собой, произвести синтез двух традиций философии обыденного языка, Витгенштейнанской и Оксфордской, представленной Остином. И замечательно в то же самое время, что в работе 57-го года должны ли мы обязательно иметь в виду то, что мы говорим, 57-го года это лекции, в 58-м году она вышла, на Витгенштейна он ссылается лишь однажды, а на Витгенштейнан четыре раза. Причем контекст этих высказываний тоже заслуживает внимания, чуть попозже вновь его процитирую. Вот. И в статье доступность позднего Витгенштейна, в которой он также отвечает на некоторые высказки, отвечает на критику Витгенштейна, хотя я непонятно почему Кавелл на нее отвечает, ну Витгенштейн же умер, Кавелл, видимо. Прежде всего он там отстаивает идею, что философия позднего Витгенштейна чрезвычайна прозрачна, понятна, ясна и мистификация, что она сложная какая-то слишком. Да. Ну и да, он также ссылается на Виздома, как на яркого представителя этой традиции. И здесь тоже нужно эти пример того, что, скажем, в 40-е годы было все не так. Во второй половине 30-х годов Виздом публикует целую серию статей, которые, как принято считать сегодня, служат началом для движения философии обыденного языка. Но кроме этого, в 40-е годы, тоже очень интересно, во время войны, в 40-м году первая статья вышла, до 45-го, как часы, Виздом в журнале Майнд публикует пять статей под общим названием «Другие сознания». Вот. И в общем и целом принято считать, что серия этих статей, она впоследствии, эти статьи были изданы под одной обложкой, в книжке так называются другие «Адромайндс». Принято считать, что в английской философии середины XX века более яркого события не было, нежели публикации этих текстов. Это очень странно, потому что сегодня их читать просто невозможно. И более того, в нынешнем, более-менее современные авторы, которые что-то пытаются о Виздоме писать, они все время подчеркивают, что это ну-ка, синтаксис Виздома, даже на взгляд носителя английского языка, он чудовищный, продираться надо, но замечательно, что в 46-м году первое после войны объединенное заседание Клуба моральных наук и ой, извините, Аристотельского общества и журнала Майнд было посвящено этой серии статей. Собственно, состоялся симпозиум, и именно в рамках этого симпозиума выступил Джон Остин, и там он впервые сформулировал концепцию локативной силы. В общем, можно даже, вот я уже об этом упоминал, что переход в Оксфорд, Центра философии, был запрограммирован, потому что ну как-то так вот в этом симпозиуме победил Остин, потому что философская сила осталась за его концепцией локативной силы. То есть после этого да. Вот. Да. Почему виденштейнцы пытались обосновать единство философии Виденштейна и подчеркивать, пытались подчеркнуть постоянно отсутствие пропасти, которая иногда описывалась как непреодолимая пропасть. Да, вот Виденштейн трактат и Виденштейн исследований это философские антиподы. Сложно сказать, но они это делали с некоторым постоянством, которое выдает стратегию. В общем, был важный для них сюжет. Виденштейн един. Один единый Виденштейн для всех. И это делалось вопреки всем тогдашним интерпретациям. Напоминаю, что в следующий раз опять-таки подробнее, Норис познакомился с Виденштейном в 1932 году. Когда ему было уже 27 лет. И как мне представляется, для некоторых для некоторых виденштейнцев идеи раннего Виденштейна были важны раннего. Для некоторых. Ну, для Уиздома. Они были важны, потому что Уиздом прошел этап анализа. У Уриса ничего подобного какому этапу философского анализа нет. Другое дело, что у Уиздома он не так, чтобы этот анализ ассоциируется с Виденштейном, он скорее к версии Мура тяготел. Но, тем не менее, проблематика, связанная с логическим атомизмом, в философский репертуар раннего Уиздома тоже входила. Поэтому, скажем, трактат, это не совсем чужой для Уиздома был текст. причем для Риса это загадка. Для тех, кто прошел ученичество у Мура, ранний Виттленштейн был актуален. Для Эмброуз, для Малкольма, для Лазеровица, для Уиздома, для Риса, видимо, хотя он у Мура тоже учился, не знаю, но у него почему-то вообще нет этого наследия. И это к чему. Идея единства Виттленштейна может отражать просто-напросто континуальность процесса в коммуникации с Виттленштейном. С 30-х годов вплоть до смерти идеи трансформировались. В том числе, важно, в контексте логического атомизма трансформировались представления о логике и языке. И вот одна из основных идей курса, вторая, наряду с тем, что Виттленштейн это один из представителей Виттленштейна, вторая идея состоит в том, что вообще трансформация этой Виттленштейнской традиции это во многом превращение логики в грамматику. Это такой долгий, не характеризующийся радикальными событиями процесс превращения логики в грамматику. Грамматизация логики, что условно называют. Ну и некоторые характеристики Виттленштейнской философии, которые и нуждаются, если не в развенчании, что-то развенчивать, ну, по крайней мере, в корректировке. Значит, прежде всего раннее Виттленштейн рассматривается в контексте философии обыденного языка. В общем, часто и напрямую говорится о том, что вся эта философия это философия обыденного языка. Но действительно, как я уже говорил, можно считать, что философия обыденного языка в Кембридже начинается в 1937 году, когда Джон Уиздом публикует статью «Философские замешательства». Вот, статья, которая вот насквозь Виттленштейн Янская, чуть ли не на каждой странице, просит помнить о том, что это не он пишет, а его устами, или, точнее, его пером ведет Виттленштейн как-то странно. Вот. Но там, по крайней мере, заявляется, что вот этот тезис, согласно которому для того, чтобы разрешать философские проблемы, нужно анализировать то, каким образом язык употребляется в обыденной жизни. Значит, здесь два важного... Да, в 1944 году выходит работа, которая в значительной степени завершается так. Он, по большому, то есть, текстуально очень короткий. Идеи эти, они были вброшены и впоследствии разошлись шкрако, кругами. Не только в Кембридже, но и за пределами. Вот. Но корпус текстов «Философия обыденного языка» вот прям такой артодоксальный корпус. Это всего-навсего там пять работ у Виздома. Если речь идет о кембриджской философии обыденного языка, то, что напоминаю, была в Оксфорде. Да, в 1944 году у него выходят работы «Философия, тревога, навизна», вот, в которой, помимо прочего, еще и психоаналитические идеи себя проговаривают. И, в большом счете, на этом все заканчивается. Так вот, это к чему? К тому, что два момента здесь необходимо учитывать. Даже три. Первый совершенно специфичен для Кембриджа, потому что анализ обыденного языка – это практика, которую ввел до Витнештейна, видимо, Мур. По крайней мере, уже в 25-м году в статье «Защиту здравого смысла» это вовсю звучит. Практика эта сводилась к тому, что чуть позже Уиздом назвал легалистской процедурой. Это перевод абстрактного философского суждения в какое-то конкретное утверждение. Ну, например, философ говорит, «Время нереально». Как можно перевести это утверждение? «Сегодня утром я не завтракал». Час и 13 минут назад мы не начали нашу встречу. Это, очевидно, как-то странно звучит. Собственно, Мур стал известен тем, что он с каким-то невероятным ёрничеством переводил все эти абстрактные, скептические по преимуществу формулировки в вполне себе такие конкретные высказывания, которые, кстати говоря, с точки зрения Мура невозможно проанализировать. Ну, или, по крайней мере, он призналался, что он этого не знает. Поэтому отчасти, а может быть по большому счёту, но сама по себе процедура, которая ассоциируется с философией обыденного языка, она была разработана до вредничтонянцев. Вредничтонянцы, они, конечно, её довели до некоторого завершения. Вот. Второй момент. Когда философия обыденного языка возникает, совершенно очевидно, что она обращена на проблемы, связанные с неразрешимостью философских вопросов. Потому что для философов это проблема. Философский вопрос задаётся бесконечное количество раз, задаётся и задаётся и задаётся. Реальное ли время? Реален ли я? Существуют ли другие сознания? Могу ли я знать, что происходит в уме другого человека? Протяжённо ли тела? И в философии обыденного языка, точнее, сама философия обыденного языка на уровне процедуры, она строится как попытка разрешить неразрешимые вопросы. Ну, разрешить неразрешимые вопросы значит продемонстрировать просто-напросто навязчивый характер. Философия – это навязчивое мышление, которое, соответственно, должно быть, ну, нужно произвести с помощью самой философии терапию. Философия обыденного языка превращается в такого рода терапию субъекта впавшего в синдром навязчивого мышления. Есть синдром навязчивого поведения, это то же самое. Ну, то есть, постоянно виздом показывают, что философ, который задаёт вопрос, существую ли я, но он же прекрасно знает ответ. Да, он существует. Это не настоящее сомнение. Философское сомнение не в большей степени сомнение, чем риторический вопрос является вопросом. Это некоторое такое специальное сомнение, которое, очевидно, не работает в обыденной жизни. Тогда же, более или менее, возникает вот этот замечательный аргумент, он из учебников в учебник, потом начинает транслироваться, что представим себе ситуацию, когда философ-скептик говорит о невозможности достоверного знания. И вот он идёт по улице, ему нужно сесть на 22-й троллейбус, он подходит к остановке и спрашивает у человека, ожидающего на остановке, здесь ли останавливается 22-й троллейбус. На что человек ему отвечает, я ничего не знаю со всей достоверностью. В этой ситуации философ-скептик будет вынужден как-то намекнуть, что ты не очень понял мой вопрос. Мы сейчас не в философском сомнении находимся. Ты знаешь достоверность, здесь ли останавливается 22-й троллейбус. Вот. Насколько это аргумент, насколько такого рода процедура действительно является целительной, а не усугубляет положение, это вопрос. Ну и, конечно, в работах 40-х годов, написанных, опять-таки, во время войны, в других сознаниях wisdom просто доводит эту процедуру до совершенства. Вот. Замечательно также, что философия обыденного языка ассоциируется с ранними работами Малкольма. Ну и что удивительно, эти работы посвящены философии Мура. Вообще в 40-е годы происходит очень интересная вещь. Все ранние гештинянцы пишут о Муре. Все. Они пишут по-разному. С кем-то, причем, Мур соглашается, с интерпретацией Малкольма он согласился. Малкольм попытался представить его философию здравого смысла как философию обыденного языка. С такой интерпретацией Мур согласился. Когда Лазеровец примерно там тонкие такие различия, он сказал нет, не годится. Вот читая Малкольм он все понял. Но опять-таки в чем проблема с самим словосочетанием философии обыденного языка? Проблема стоит в том, что невольно мы представляем себе, что это философия посвященная только и исключительно языку. Более того, недоброжелатели в общем на этом настаивают, что философ занимается просто разрешением каких-то языковых путаниц, разрешением языковых диспозиций, а вот серьезные проблемы от него ускользают, потому что в этих проблемах вовремя нет никакого серьезного философского смысла. Здесь я тоже процитирую Стэнли Кавелла, который пишет, один из лучших способов преодолеть идею, согласно которой озабоченность философии языком это озабоченность словами, так вот, один из способов преодолеть эту идею это читать wisdom. К счастью, это способ, который приносит удовольствие. Потому что не знаю, как это, потому что нет, потому что как только идея, которую ты должен преодолеть, оказывается опознанной, ты должен преодолевать ее снова и снова. Но wisdom действительно так, потому что мы прочитали его первую статью, другие сознания, и в общем семь остальных статей это очень очень странный текст, который довольно сложно понять зачем он написан всерьез. Может быть это все несерьезно. Значит, поэтому второй момент, да, философия обыденного языка это прежде всего в 30-е годы в трудах wisdom и Малкельма это то, что впоследствии Лазеровис назвал метафилософией. Это инструмент, который позволяет разрешать собственные внутрифилософские проблемы. Эта философия не ориентирована вовне. А позже, начиная с середины 40-х годов, философия обыденного языка из метафилософии превращается в строго говоря философию жизни. Потому что раз за разом всякий раз и wisdom, и Малкольм, и рис подчеркивают, что вообще-то распутывая языковую трудность, мы описываем некоторую ситуацию, в которой эта языковая трудность возникла. Причем важно, что эти трудности провоцируются не только философам. Здесь немножко философ реабилитируется. Раньше его роль сводилась к тому, что создает то, что можно назвать парадоксами, но для недоброжелателя парадокс это просто путаница. А тут выясняется, что философ не вполне виноват. Конечно, есть проблемы, которые только исключительно философам порождены, но есть проблемы, которые возникают в течение самой жизни. И вообще-то, чтобы разрешить эти проблемы, необходимо проанализировать соответствующую форму жизни. В этом отношении философия обыденного языка просто становится философией обыденной жизни. Или проще философией жизни. Вот. Вот навязчивость, с которой об этом пишут ранние ведничные нюансы, она, конечно, поражает. Потому что, видимо, вот извне постоянно доносились вот эти как бы эта критика, согласно которой философия языка это всего-навсего философия языка. Нет. Это философия жизни через философию языка. Вот. И удивительным образом в второй половины тридцатых годов происходит благодаря философии обыденного языка и реабилитации некоторых философских проблем. Потому что все-таки для Мур был единственным таким человеком в Кембридже, который всерьез думал, что у философии есть проблемы. Не единственным, но вообще в Кембридже это тоже такая проблема деформации. Мы видим великих и думаем, что в Кембридже там были кто? Рассел, Мур и Эдгенштейн. Кто там еще? Но там были Стаут, Броуд, Мейс, Стеббинг была, ну она там, то там, то там, но тем не менее, философская палитра была значительно богаче. Идеи Мактагарта были еще, это вообще не уделенство. Ну правда, такое, реформированное, но они все равно были еще актуальны. И, соответственно, Мур, Эдгенштейн и Рассел это яркие, но одни из философов. Но вот так или иначе в 30-е годы имеет место эта идея, согласно которой наша задача это, собственно, философские исследования 133 параграф. Потому что ясность, к которой мы стремимся, занимаясь философией, это предельная ясность, достигнув которой у нас не будет необходимости заниматься философией. Фундаментальное философское открытие состоит в том, что можно прекратить философствовать. Собственно, к этому надо стремиться. А для этого нужно просто показать, что базовые философские проблемы это результат некоторого недопонимания. Вот в середине 30-х годов в трудах ранних эдгенштейнанцев происходит реабилитация и эти философы всерьез начинают говорить о метафизике. Что вообще странно. Само это понятие в кембриджской философии 30-х годов оно отягощено. Метафизика происходит. Ну и последнее последний ярлык это философская терапия, конечно. Потому что раннее эдгенштейнанство и не случайно скажем грязного значительное внимание в книге этому посвящено. Раннее эдгенштейнанство вообще принято соотносить вот с этим терапевтическим движением философии. Яркими фигурами здесь были конечно Уиздом и Лозеровиц. Другое дело, что Уиздом он лучше всех об этом написал, но быстро перестал писать. Видимо, ему немножко не то чтобы надоело, но эта идея себя исчерпала. 15 лет он этим занимался, понятно, что можно устать. Но в определенном смысле это верно. И это верно именно потому, что философия ориентирована как терапия. Она ориентирована не на решение личных проблем, как какая-нибудь психоаналитическая терапия. Философская терапия ориентирована на исцеление философских же проблем. Она обращена на себя. В этом смысле философская терапия, лингвистическая терапия и предметом является сама философия. Но в какой-то момент, еще раз, со второй половины 30-х годов, такая терапия как способ метафилософствовать обращается вовне, и тут выясняется, что можно говорить о специфически новом типе философствования, которую, скажем, Уиздом и ранее Винштайнцы вообще называют дескриптивной. Философия должна описывать. Это формирование специфического философского дескриптивизма, которого, в общем, наверное, раньше не было. Но этот дескриптивизм, он появляется из самого существа метафилософии. То есть, по большому счету, можно это описать так. Сначала философия разрешила свои проблемы, то бишь убедилась в том, что некоторые философские вопросы являются далеко не бессмысленными, а затем эта небессмысленность обнаруживается в обыденной жизни, и тогда у философии появляется просто предмет для описания. Выясняется, что можно описывать мир. Но, понятно, мир языка, жизнь языка. Соответственно, вот это развитие витништейненства от метафилософии к философии жизни – это третья идея курса. Напоминаю, первая – Витништейн один из представителей витништейненской традиции, вторая идея развития витништейненства – это, в общем, процесс грамматизации логики, и третья – это переход от метафилософии к философии жизни. Ну, и на этом я бы сегодня закончил. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Виттелька, виттелька. Можно, да? Да, на просадку. АПЛОДИСМЕНТЫ Я, чтобы не совсем понял, чем-то вторая идея, заявленная, крамматизация логики, отличается от более классической идеи логизации грамматики венсток-философии к философии? АПЛОДИСМЕНТЫ В общем и целом расширяется. Мур уже понимает логику так, как ее, например, не понимал Рассел. Хотя в первые годы XX века они более или менее совпадали в своих представлениях о логике. Постепенно Мур говорит о логике, в том числе в контексте здравого смысла, что едва ли для логического атомизма свойственно. Ну, вообще категория здравого смысла для логического атомизма такая. Она иногда есть, но вообще незаконная. Незаконно ссылаться. Вот. Поэтому, да, это движение от представления о логике как исчислении к представлению о логике как грамматики, определяющей здравый смысл, явленный в обыденном языке. Вот так. Я не знаю, честно, простите, мне надо подумать, я не готов. Я в следующий раз буду готов спать. Пока не готов. Да, но Вильгенштейн, там же у него работа по классным позитивизмам и так физику, безусловно, даже инсайд, да? Потому что это его последовательность, скорее всего, его исказили, если что, это значит, для меня физику угродить. Спасибо. Ну, можно это понять и так. Но я бы это понял как продолжение идеи Вильгенштейна, потому что и в... Это просто такая очень специфическая метафизика, да, в особенности о достоверности, да. То, что для, там, философов 60-х, 70-х годов стало важно, безосновательность правил, невозможность оправдать, да, философскую, познавательную стратегию, потому что она усваивается в ходе практики, а вы не можете практику оправдать, вы можете практику только произвести. Вот. Вот. Но насколько они исказили, у Вильгенштейна были эти идеи, и совершенно очевидно, они формировались в конфронтации с Муром. Вот. Поэтому, может быть, исказили, но в целом у Вильгенштейна можно найти такого рода идеи. У Уиздема даже есть работа, в которой он прямо говорит о том, что Вильгенштейн возвращается к метафизике. Да. А я хотел спросить, а в рамках курса то, что происходит с Эдемией Вильгенштейна в Финляндии, не будет, да, получается, рассматриваться? Вот сегодня? Нет, нет, в рамках курса. Нет, я имею в виду то, что происходит в Финляндии сегодня? А, ну, да, собственно говоря, я знал, что это стало происходить после конфликта и других. Ух, нет, мне кажется, что это просто отдельная какая-то история большая. Хотя, да, это важно, интересно. Ну, может быть, скорее даже не в Финляндии, как-то, чего ограничивать, а в Скандинавии в целом. Но центром, да, будет Финляндия. Ну, собственно, я призываю, что ближайшее место, где можно познакомиться, это Хельсинкин и архив фон Фрипта. Можно там посмотреть на то, как это выглядит. Там, допуск, не так, чтобы свободно не было, но можно проникнуть. Да, мы сосредоточимся только вот на 30-х, 40-х, 50-х годах, потому что иначе слишком много. В следующий раз я попробую набросать такой коллективный портрет виргенштейнянцев. Кто они были, каковы основные веки и биографии. И, в общем, сразу для затравки фигура это очень трагический вкус. Все, больше нет вопросов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok